Сегодня в Тирасполе пожарные выясняли, кто лучше и быстрее. На профессиональный чемпионат приехало 11 команд со всего Приднестровья. Яна Раховская расскажет подробности. Несколько минут до начала соревнований. На старте терраспольская команда. Александр проверяет экипировку. Пожары тушит и жизни спасает уже девятый год. Почти столько же участвует в подобных чемпионатах. Говорит, его ничем не напугать. Ко всему готов. На мне средства индивидуальной защиты органов дыхания и зрения. Маска, аппарат, нажатый в воздухе. Групповой фонарь, лишний фонарь. Краги необходимые. Сцепка. Сколько все это весит? Ну, если все вместе, килограмм 20. Хочется не ошибиться и быстрее сделать. Получится? Получится? Конечно, получится. Желаем вам удачи. Спасибо. Первый этап чемпионата пожарных выглядит так. Судья опускает красный флаг. Это значит, время пошло. Пожарные разворачивают рукав и бегут в подвал. А для клаустрофоба. Небольшая камера без света, едкий дым и лабиринты. Задача команды – найти и вытащить Ваньку. Так пожарные ласково называют 70-килограммовый манекен. Судьи и зеваки вроде нас отходят подальше. В дыму невозможно дышать. Чуть больше трех минут – и Ванька спасен. Но Александр результатом недоволен. Быстро нашли макет? Нет, очень долго. Блуждали по этим лабиринтам? Да, да. Первый раз пропустили даже, наверное, быстрее всего. Потом в самом углу нашли его. К сожалению, так получилось. Может быть, мало тренировались. Готовиться к чемпионату пожарные начали еще зимой. В апреле в каждом подразделении провели отбор. На соревнования поехали самые лучшие. 11 команд со всего Приднестровья. В каждой по 4 человека. Три основных, один в запасе. Один из этапов – теория. Здесь все, как на обычном экзамене. Преподаватели, студенты и, собственно, билеты. Вот, к примеру, давайте посмотрим, что здесь. Билет номер один. Первый вопрос. Кому подчиняется газодымозащитник? Четыре правильных... Нет, четыре варианта ответа. А какой правильный? Командиру звена подчиняется. То есть, если бы я так ответила, получила пятерку? Или здесь не оценки вы ставите? Нет, ставим оценки, но должны быть во всех билетах, все ответы должны быть правильными. Преподаватели сегодня серьезные. Майор и подполковник. Списывать никто не рискует. У вас телефон. Вот как раз можно загуглить, что-то посмотреть. Нет. Списать. Нет, мы так не делаем. Это калькулятор для задачи, решения задачи. Уже на все ответили, правильно? Осталась последняя задача. Ну, для них это повторение, они должны это знать. И как, знают? Да, хорошо отвечают. Мы довольны за это. Такие чемпионаты у нас проводят каждый год. 30 лет подряд участвуют совсем новички и опытные пожарные. Люди тренируются, готовятся, оттачивают свои теоретические навыки, фактические, физические. Но здесь все сопряжено с выполнением своих служебных обязанностей при внесении службы. То есть ничего, скажем так, сверхъестественного нету, но тем не менее напряжение есть, и люди стараются показать себя. Поэтому по этим результатам и оценивается работа самого подразделения и его боеспособность. В конце чемпионата лучшим командам – кубки, грамоты и денежные призы. Ну а после – все на отдых. Завтра снова на работу. Выходных у пожарной службы нет. Яна Раховская, Дмитрий Ягодкин, ТСВ.